Всех приветствую! Сегодня я вам покажу 5 очень эффективных упражнений, взятых из йоги. Я рекомендую их выполнять людям после 40. Мне самому 43 года, я выполняю их регулярно, ежедневно. В основном они направлены на работу с поясничным отделом позвоночника, потому что поясница начинает после 40 болеть практически, наверное, у всех. У кого уже болит или побаливает поясница, ставим лайк этому видео и смотрим его до конца. В конце я обязательно покажу одну позу, в которой я категорически не рекомендую сидеть в любом возрасте. Одно из моих любимейших упражнений, это упражнение скрутка, выполняется оно следующим образом. То есть мы встаем в положение, допустим, правая нога. Правая нога у нас находится под весом, левая расслаблена. Что мы делаем? Можно выполнять это упражнение медленно, в комфортном вам режиме и столько раз, пока не почувствуете такую легкую усталость. Что делаем? Значит, у нас нога идет, вот, закручивается сюда, а тело скручивается сюда. И при этом голова и взгляд тоже смотрят максимально туда. И вот так вот, раз, вернулись обратно, да? Раз, сделали, вернулись обратно. Можно делать это быстро. Раз. И потом, в конце концов, я делаю тут так. Раз. Два. Три. Четыре. Ну и сколько хотите, да? Пять. Сколько пока вам хочется это делать и пока вы не устали. Переставили на другую ногу и делаем все то же самое. То есть, здесь главное, да, что мы делаем? Мы позвоночник вот так вот скручиваем, раскручиваем и начинайте, пожалуйста, только делать это медленно. То есть, вот, пошли и раз, сделали. Два, сделали. Я это упражнение даже выполняю в течение дня, когда долго работаю, сидя там или лежа за компьютером, я стою и обязательно выполняю это упражнение. Вот такое, да? То есть, весь корпус и голова уходят в одну сторону, нога в другую. Делайте его в комфортном для вас режиме. Не должно быть никаких болезненных ощущений. И по скорости можно делать тоже гораздо медленнее. Вот так, раз, вернулись. Раз, вернулись. Раз, вернулись. Вот, такое упражнение направлено на поясничный отдел позвоночника. Второе упражнение, которое очень здорово помогает растянуть грушевидную мышцу, помогает от боли в пояснице. Тоже его можно выполнять регулярно и в очень комфортном для вас режиме. Что мы делаем? Мы ставим одну ногу сюда. Вот таким образом. Как вы можете, да? Можете вот так поставить ее, ничего страшного. Начните хоть как-то, да? Начните хоть так. То есть, ну, в идеале вы ставите ее вот таким образом. И начинаете сгибать другую ногу. То есть, я правую ногу поставил, а левую начинаю сгибать. Вот. И сгибайте ее до момента, пока вам, пока у вас сгибается. Да, можно так вот раз. Вот, сели. Прислонились к стенке. Согнули. И начинаете вот такие вот покачивающие движения. Вот такие вот. Что мы делаем? Мы в первую очередь растягиваем ягодичные мышцы и растягиваем грушевидную мышцу, которая очень часто зажимает нерв и дает вот эти вот боли по всей ноге. И что еще можно начать делать? Таким вот образом простукивать эту зону. Вот. Тоже буквально минуту-две таким образом постучали. И в какой-то момент даже такой, знаете, вот я сегодня целый день сидел, работал за компьютером. И сейчас вот прям вот чувствую такое облегчение. Классно, кровь пошла. То есть, этот комплекс упражнений я также выполняю наряду с теми достаточно серьезными нагрузками, которые я показывал в одном из своих видео. То есть, поставил другую ногу, да, вот она, другая нога. И тихонечко сгибаете, сгибаете, вот кому-то вот так, да, кому-то так. И потихонечку-потихонечку оно у вас будет сгибаться все больше и больше. Вот таким образом согнули и тоже покачали. Порастягивали. В первую очередь грушевидную мышцу. И также можно ее вот так простучать. Если вам кто-то поможет простучать, это будет вообще здорово. То есть, подойдет и прямо постучит. Кстати, вот в каком порядке их выполнять особой роли не играет. И третье упражнение, оно направлено на растяжение мышц шеи. Это первое. А второе, это упражнение очень здорово снимает стрессовое состояние и тревожность. Она взята из книги Стэнли Розенберга. Называется книжка «Блуждающий нерв». И сейчас я покажу вам, как ее выполнять. И, кстати, все эти упражнения лучше выполнять еще и с дыханием. То есть, что мы делаем? Мы, допустим, правую руку поставили вот так вот себе положили на голову. Повернули голову максимально к правому плечу. Левой рукой мы подтянули корпус в другую сторону. Взгляд зафиксировали на максимально левой точке, максимально высокой левой точке. Вот таким образом. И начинайте дышать диафрагмальным дыханием. Вот так. Носом вдохнули и ртом потихонечку выдыхаем. И начинаем считать про себя 30 секунд. Перешли на другую сторону. Взяли левой рукой себя за голову. Максимально подтянули. Корпус стараемся другой рукой, да, уже правой рукой подтянуть сюда. Смотрим максимально в точку наверх. И также считаем про себя за 30 секунд и дышим. Носом вдохнули. Ртом выдохнули. Что эта техника делает? Расслабляет передачу, знаете, как это называется? Нервная магистраль. Магистраль блуждающего нерва. Это блуждающий нерв, который связывает все наши органы с головным мозгом. Являясь таким главной информационной магистралью ее называют. Вот еще одно упражнение, которое успокоит вашу нервную систему, снимет тревожность и плюс растянет мышцы шеи и успокоит внутренние органы. Одно из моих любимых тоже упражнений, упражнение Кегеля, которое укрепляет мышцы тазового дна, которые можно делать вообще где угодно. Есть два варианта. Первый вариант, когда мы начинаем вот таким образом поднимать. Раз, два, три. Опять делаем, да, сколько раз там. Раз, подняли, несколько секунд подержали, опустили. Раз, подняли, напрягли, опустили. Если вам неудобно делать, да, и вообще упражнение Кегеля вы можете делать где угодно, можно выполнять, прямо вот я сейчас сижу, да, и напрягаю вот эту мышцу между анальным отверстием и мошонкой. Вот таким образом раз, потихонечку ее напрягаешь. И это было четвертое упражнение, которое нужно, можно выполнять, можно и нужно выполнять каждый день. И пятое упражнение – это захват рук сзади. Вот таким образом. Захватили. Если у вас не получается, да, хотя бы делайте вот так, да, без разницы. И это упражнение делается с дыханием. То есть что мы делаем? Вдох. Стараемся сделать диафрагмальное дыхание, то есть дышать животом. И выдох. Вдох. Чуть-чуть задержали. И выдох. Потом переходим на другую сторону и делаем то же самое. Делаем в комфортном для вас режиме, да, никуда не торопимся. Так, можно так, чтобы руки вот не сходились между собой. И делаем там вдох. Задержали. И чуть-чуть выдох. И потом такой глубокий выдох. Дыхание носом. Выдох ртом. И закончить комплекс этих из пяти упражнений желательно дыхательной практикой. Выполняется на каким образом? Вы садитесь, полностью расслабляетесь. Вообще, ну, садитесь вот в такую классическую позу йоги. Ну, как у вас там получится, так получится. Когда у нас пятки находятся вместе, голова все у нас выпрямлено, да, по одной линии. Мы садимся. И что делаем? Мы считаем до трех. Сначала первое. Вдох. Вот так. Раз, два, три. Мы вдохнули. Потом раз, два, три. Задержали. Потом раз, два, три. Выдохнули. И на выдохе раз, два, три. Задержали. Делаем такой круг, да. И поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Выполните это упражнение там от пяти до десяти раз, как вам удобно. На этом я заканчиваю. А теперь, как и обещал, расскажу про позу, в которой сидеть нельзя. Категорически не рекомендую сидеть в позе нога на ногу. Как бы это красиво не выглядело, да, ну, то есть, когда вы долго вот таким образом сидите, на стуле, на обычном, или вот таким образом, что происходит? Вы сдавливаете, во-первых, сосуды. Здесь у нас идет мощная такая подколенная артерия, вены, лимфатическая система, да, лимфатические узлы в большом количестве здесь находятся. Соответственно, долгое такое сидение в позе нога на ногу передавливает и вызывает отеки, отеки нижних конечностей и вообще отеки по всему организму. Поэтому старайтесь этой позы избегать в своей жизни.